МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 16 октября, пятница. Смотрите выпуски телеканала АСА. В Ачинске появятся первые ясли. Традиция города Ачинска, утренний. Смотрим, успевает ли подрядчик в срок. В управлении исполнения наказаний рассказали, что такое исправительный центр и зачем он в Ачинске. Как будем отдыхать в 2021 году? Уголовное дело на 15 миллионов и другие новости. Дня расскажем коротко. Съемочная группа телеканала АСА проверила, как идут работы. В ремонтируемом садике номер 38, это на стройке, мы нашли здесь самое тихое место. Срок сдачи у этого садика декабрь этого года. Работа тут кипит. Мы действительно выбрали самое тихое место, чтобы посмотреть, сколько тут всего еще осталось делать. Пока садик на стройке звенит не детскими голосами, а перфоратором. Но уже появляются краски. Розовые стены в санкомнатах для девочек, для мальчиков более сдержанный серый. Работает на 38-м садике фирма «Красстройкомплекс». И складывается ощущение, что рабочие делают все одновременно. Снаружи фасад утепляют, изнутри кафель кладут, окна вставляют. Отопление окна, кафель, освещение, уличные работы. Я по-простому задам. А почему все сразу, а не последовательно? Вначале там окна вставили. Не, ну если, конечно, можно работать и последовательно, но это будет очень долго. То есть, мы же понимаем, что в любом случае, как бы там ни было, сжатые сроки, погодные условия, они все дают о себе знать. Поэтому максимально, то есть, все работы делаются, ну, конечно, привязываемся к погоде. То есть, допустим, надо было упасть на благоустройство, люди вышли, все сделали благоустройство. По словам Владимира Никулина, в бригаде 25 человек, полный набор, чтобы успеть в срок. Фасадчики, охонщики, отделочники, плиточники, сантехники и электрики. По оценкам строителей, готовность объекта сегодня составляет 80%. Вот у нас место под верандой, это не засыпано, где трава, то есть, где веранды находятся. Где газоны посеяны, сейчас более-менее морозис будет, установят малые формы. Это будут детские площадки? Да, четыре детских площадки. После реконструкции здесь появятся четыре ясельные группы. Для детей от полутора до трех лет. Путевки сюда получат 80 малышей. Сколько еще времени нужно для того, чтобы эту ленточку перелить? Ну, месяц у нас по контракту месяц. Ну, там пусконаладка, сдача, я думаю, что в начале декабря, как стандартная традиция города Ачинска, утренний. А на будущий год мэрия планирует вернуть еще один детский сад в пятом микрорайоне. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. ГУФСИН объяснила, зачем в Ачинске открывается исправительный центр. Напомним, новости ОСА рассказывали. В здании на Гагарина 8 обустраивается режимное учреждение. Идет ремонт, завозится мебель. Занимать исправительный центр будет все пять этажей. Почти год назад при СИЗО уже работал такой центр на 40 мест. В новом здании разместится около 200 осужденных. В ГУФСИН говорят, условия пребывания здесь мягче. По сути, отбывать наказание осужденные могут вблизи со своим домом. Заключенных отпускает ночевать к родным. Разрешается пользоваться интернетом, телефоном и зарабатывать деньги. Из запретов алкоголь и азартные игры. А также нельзя самостоятельно выходить из центра. За несоблюдение этих правил отправят снова за решетку в колонию. В Ачинске таких случаев не было. Люди, придя сюда из колонии, вливаются в эту жизнь, трудоустраиваются. У нас есть часть осужденных, которые трудоустроились, будучи осужденными к принудительным работам, отбыли свой срок наказания и после освобождения уже продолжили работать на этом предприятии. Осужденные попадают в социум. Зачастую это осужденные, которые более пяти лет уже находились в местах лишения свободы. За это время они отвыкли от социальных взаимоотношений в новом обществе, в которое они возвращаются. Это позволит им научиться тратить денежные средства, которые они получают на руки, зарабатывая их здесь. Позволит и некоторым восстанавливать те социальные связи, которые они утратили, находясь в местах лишения свободы. Новый исправительный центр на Гагарина должен открыться в конце этого года. Сейчас осужденные подготавливают себе жилплощадь. На каждого постояльца по четыре квадратных метра. Следить за осужденными будут с помощью умной системы Биосмарт. Она контролирует доступ и мониторит перемещение осужденных. Добавлю, что подобные центры есть в Красноярске, еще откроются в Каннске, Минусинске и Норильске. Накануне Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халадность» на Краевой Минздрав. По версии следствия, в 2018 году сотрудники министерства закупили льготных лекарств на 30 миллионов рублей. Препарат поставляли без определения его надобности. В итоге половина лекарств пролежала на складе два года. За это время срок годности у них истек. Как сообщают в Следственном комитете, бюджету Края был нанесен ущерб на сумму 15 миллионов рублей. Подозреваемых в деле пока нет. Ачинский суд снова отстранил главу района Евгения Разончугова от должности. Он обвиняется в халатности при покупке сиротских квартир. Как сообщает следствие, по халатности чиновника людей заселили в непригодные квартиры. Ранее суд уже отстранял Разончугова на период следствия. Накануне срок истек. Теперь его продлили до января. Напомним, что пятилетняя служба самого Разончугова заканчивается в декабре. Так что, похоже, к работе он уже не вернется. Однако статус обвиняемого не мешает ему участвовать в новых выборах главы района. Мальчик у Саши, которому горожане собирали деньги на лечение, сделали операцию в Москве. Четыре года врачи не могли поставить диагноз. У мальчика без причины шла кровь из носа. Ачинцы собрали для восьмилетнего Саши 220 тысяч рублей. Сейчас, по словам мамы, он чувствует себя хорошо. Еще две недели, и они будут на реабилитации в столице. После врачи назначат еще одну операцию. Срочно нужны деньги? Компания «Калибриденьги» оказывает финансовую помощь. Особые условия для новых клиентов. Оформить заявку вы можете по телефону. 8 800 333 46 46. Звонок бесплатный. Российско-финский медицинский центр «Терве» в Ачинске продолжает прием пациентов. Прием ведут доктора высших категорий и профессора из Красноярска. Современное технологичное оборудование, высокий уровень подготовки медицинских специалистов – это точная диагностика, грамотное лечение и эффективная реабилитация. В «Терве» приходят выздоравливать. Ачинск, микрорайон 7, здание 1Б. Создай свой неповторимый образ с магазином «Даниэль». Четвертый микрорайон, дом 4. В 30 городах России уже знают, каким простым и удобным может быть ремонт автомобиля, если он начинается с «Автотрейд». Всегда в наличии более 80 тысяч наименований автозапчастей, расходных материалов и технических жидкостей для любых автомобилей. По доступным ценам. Федеральная сеть гипермаркетов «Автотрейд» в Ачинске. Взяли ипотеку? Не смогли ее оплачивать? Мы готовы закрыть ваш долг и решить ваши проблемы. Звони. Телефон 8-988-184-2777. Варикоз – это необратимое заболевание. Его грозное осложнение – образование тромба. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза. За 40 минут в клинике лазерной хирургии варикоза нет. 205-4501. Компания «Синт» представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Сегодня 16-я школа стала официальной площадкой для федерального проекта «Билет в будущее». Один из четырех мастер-классов сегодня проходит в столярной мастерской. За 45 минут участники должны сделать подставку для елки. В мастерской на фоне парней выделялась девятиклассница Юлия. Оказалось, столярным делом она занимается уже три года. Не люблю женские дела. Шить, вышивать, что-то в этом плане. Такое не люблю. А потом можно что-то ремонтировать? Ну да, спокойно. Помогаю папе. Что, например? Дачу делали с ним вместе. Вот и сделать подставку под елку для девушки не составило труда. Говорит, заниматься этим нравится. Но поступать решила на психолога. Хорошо все в себе совмещать. Этажом выше от столярной мастерской проходят мастер-классы по технологии моды, видеопроизводству и преподаванию в младших классах. В думайте, как начнется именно ваш урок. Как вы будете привлекать внимание ребят, чтобы они услышали о начале вашего урока. Сегодня в рамках этого мастер-класса ребята провели первые в своей жизни уроки. По словам Евгении Миллер, такой подход позволит взглянуть на профессию с разных сторон. Такой формат профессиональных проб, он позволяет ребятам почувствовать всю профессию с ее достоинствами, трудностями, недостатками и сделать обоснованный выбор. Иногда мы о какой-то профессии только слышали и не понимаем, нравится она нам или нет. А когда мы выполняем профессиональную пробу, действуем как настоящий профессионал, конечно, у нас приходит осознание того, чем занимается специалист, и что, может быть, именно это сейчас для меня важно, и с этим я бы хотела связать свою будущую жизнь. Чем хорошо это для ребенка, он видит, ну, сам ребенок видит, где он поучаствовал, а самая важная платформа собирает всю информацию, его участие за пять лет в проекте, да, и выдает ему маршруты, характеристики, исходя из предпочтения, куда он может двинуться в области профессии, куда направлять, скажем так, его. Направлять и отслеживать тенденции и новинки в мире профессий, ну, зачастую родителю некогда. По словам директора школы, ученики могут попробовать себя в разных профессиях. Принять участие в проекте «Билет в будущее» может любой школьник Ачинска, начиная с шестого класса. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте этой платформы и пройти тестирование. Продолжение следует... Ну а сейчас время нелепых новостей. Третий выпуск. Долго томить не буду. В Нижнем Тагиле в магазине одной известной сети на входе за бывшим дома средством защиты выдают бесплатные маски. Классно, здорово заботятся о своих покупателях. Но не тут-то было. Местный житель заявил, что после совершения покупок кассиры любезно просят вернуть ее на место. Ну, вдруг кому она еще пригодится? Но распотребнадзор проводит проверку. И надеемся, что это всего лишь шутка. Неудачная. Киберпанк уже здесь. Он рядом. А именно в Ростове-на-Дону. В детской поликлинике номер 18 появились роботы. К счастью, это не терминаторы из будущего, а манекены со встроенными тепловизорами и дозаторами с антисептиком. Мы идем в ногу со временем и внедряем искусственный интеллект и робототехнику в наше учреждение. Сообщили в поликлинике. Надо идти, стремиться к своей мечте. Вот и парень с Урала осуществил свою мечту. Открыл салон по наращиванию ресничек. До этого Андрей Туев трудился токарем. Ну, а теперь сменил резцы на пинцет. Ну, как говорится, туш ему в руки. Питер – город контрастов. И заголовки там забавные. Вот, к примеру, один из них. Лось под Петербургом вернулся на место битвы за самку и съел гриб. Очень важная информация. Будем обязательно следить за ней. Ну и лосим. Вернемся к лосим. Житель Икутии во время рыбалки незаконно добыл животное. Вопросов много. На что ловил? Удочка, спиннинг, прикармливал ли место? Но МВД поставило все на свои места. Выяснилось, что рыбаку наскучила рыбалка, а как раз мимо проходил лось, да еще и ружье с собой. Теперь любитель охоты и рыбалки под подпиской о невыезде. Ну, нормально так на рыбалочку сходил. Ну, а на этом у меня все. На следующей неделе обязательно подберем для вас еще несколько нелепых новостей. Мы уверены, что вы хорошо потрудились на этой неделе и заслужили хороший отдых. Для тех, кто не знает, чем занять себе выходные, мы подготовили небольшой обзор. Куда пойти и что посмотреть, чтобы время не пропало даром. Начнем с любителей кино. Выходные в кинотеатре будут показывать целый каскад фильмов. На любой вкус. Из новинок на этой неделе для взрослых боевик. Честный вор с Лемом Нисоном. Я должен был сознаться. Я завязался этой жизнью. Это история профессионального грабителя банков, который решил отойти от дел. Но расстаться с прошлым оказалось не так просто. Все будет нормаль. Нужно только научить меня печь. Ты что, не умеешь печь? Нет, ну и что? Для малышей в прокат стартовал мультфильм «Гномы в деле». Узнать подробности и расписание можно по телефону 4-20-20 и 2-33-02. Не любите кино? Тогда идите в театр. В субботу там будут показывать почти детективный водевиль. Ограбление По. А вот в воскресенье актеры сначала порадуют малышей сказкой. Анфиса краса и сказочные чудеса. Ну а вечером взрослые смогут посетить комнату смеха одинокого пенсионера в спектакле «Русская народная почта». За подробностями обращайтесь по телефону 7-36-80. Ждет своих маленьких зрителей в субботу и театр «Кукол сказка» на кашу из топора. Начало спектакля в полдень. Справки по телефону на экране. Если вам не хватает классической музыки, тогда в субботу приходите в выставочный зал. В пять вечера в виртуальном концерте для вас сыграет российский национальный молодежный симфонический оркестр «Симфоническая академия» в программе произведения Клода Дебюси, Чайковского, Стравинского и Мориса Равеля. Побороть усталость и плохое настроение поможет плавание. Ведь, как известно, целебные свойства воды в сочетании с физическими нагрузками оказывают благотворное влияние на организм. Поплавать в выходные можно в бассейне «Скан», что на приворзальном, или в «Нептуне», что в центре. Ну а если вы решите остаться дома, то проведите время с близкими. Пересмотрите любимые фильмы, перечитайте давно забытые книги или просто хорошенько выспитесь. На этом у нас все. Хороших вам выходных! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok